В 1679 хадисе Хамза б. Амр а. 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 Говорил о том, что Пророкс сказал Аллаху а. А. Говорил «На спине каждого верблюда сидит шайтан. И если вы садитесь на них, то упоминайте имя Всевышнего Аллаха». Баракалуфикум пришло в некоторых хадисах от Абдулла ибн Масуда. То есть, что значит слова на спине каждого верблюда шайтан? Пришло от Абдулла ибн Масуда, если человек садится на свое верховое животное и не поминает имя Всевышнего Аллаха, шайтан садится вместе с ним и говорит ему «пой». И поэтому, видимо, многие водители за рулем поют песни. Поняли, откуда это приходит? И шайтан говорит ему «пой». Это пришло от Абдулла ибн Масуда в Ааракалуфикум. И говорит ему «пой», и говорит ему «фаил нам йохсин». А если у него не получается, или если он не умеет петь, то шайтану говорит «мечтай». Он говорит «вот», например, на фуре едет и говорит «вот, съезжу в Европу, заработаю кучу денег, куплю себе то, куплю себе это». То поет, то мечтает. То есть, делает шайтан все, чтобы отлечь его от поминания Всевышнего Аллаха. И поэтому, Баракалуфикум, мы знаем, что, допустим, на территории стран СНГ огромное число братьев работает за рулем, допустим, грузовики, фуры и так далее, и так далее, и так далее. Субханаллах, удивляющиеся эти братья, грубо говоря, за два рейса могут стать туляб-у-ль-илим, а за четыре рейса могут стать улема. И при этом приезжает, и ты услышишь, что тот брат за два рейса просмотрел такой турецкий сериал, такой французский сериал, такой американский сериал, и так далее, и так далее. Вот это откуда? Все это от шайтана. Он, когда садился на свой транспорт, не упомянул Всевышнего имя Аллаха. То есть, человек говорит, брат Субханаллах, вот забыл, говорит, забыл, ехал, даже в голову не пришло. Почему? Потому что не упомянул имя Всевышнего Аллаха Субханаллаху. Поэтому, братья, во-первых, когда садитесь на транспорт, всегда поминайте имя Всевышнего Аллаха спонтанно. Во-вторых, Баракалуфикум, те братья, которые уходят долгие, длинные рейсы, мы побуждаем этих братьев слушать уроки. Представляете, Баракалуфикум, вот эту книгу, допустим, взять? То есть, если человек вот эту книгу едет, допустим, на несколько тысяч километров, в одну сторону поехал, полкниги прослушал, в другую сторону поехал, вторую послушал. Представляете, сколько будет пользы Субханаллу, и дорога пролетит незаметно. Даже вот многие из вас говорят, вот мы сидим здесь на уроках, проходит целый день вот так вот за прослушиванием этой книги, Субханалл как будто полчаса или час всего лишь прошел, правильно? И вот точно так же человек облегчит себе дорогу Лаваль.